МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К началу Великой Отечественной войны церковная жизнь в Хакасии была практически полностью разрушена. Все местные храмы советская власть, если не взорвала, то закрыла. К 41-му году уцелело всего несколько зданий, в том числе и Никольский храм в Абакане. Сегодня историки православия сходятся во мнении, что начало войны стало началом возрождения церковной жизни в нашей стране. 22 июня 41-го года митрополит Сергий, в то время местоблюститель Патриаршего престола, обратился к православным. В документе звучит призыв не жалеть себя, своих сил и жизни в борьбе с врагом. Обращение заканчивается пророческими словами «Господь дарует нам победу». Конечно, эти слова в то время не стали тиражировать газеты. Напротив, в местных изданиях летом 41-го года не умолкают антирелигиозные настроения. Безбожников и комсомольцев призывают разоблачать священнослужителей и проводить антирелигиозные агитации. Отношение власти к церкви изменилось только в 43-м году, после встречи Сталина с первыми лицами православия. Перемены коснулись и Хакасии. В Хакасии тоже был открыт храм. Указ о назначении настоятеля и об открытии храма был подписан 25 декабря 1944 года. И первое богослужение уже совершалось на Рождество 1945 года. Интересный исторический факт. В возрождении церковной жизни нашей республики определенную роль сыграл святитель Лука. В 2000 году он был причислен к лику святых. А тогда, в 40-х годах, будучи архиепископом красноярским, именно он назначил в Никольский собор первого священника, протеерея Всеволода Попова. Он был настоятелем храма до самой смерти. Отзывы, конечно, дочерей о своих родителях были такие, что мы видели людей, самотвержденно приносивших в себя служение Богу и людям. Это были настоящие пастыри, которые, несмотря на все трудности этого времени, они не перестановали быть пастырями. К сожалению, информации о том, как жила церковь в Хакасии в годы войны, очень мало. Ее практически нет. Никаких документов на территории республики, которые могли бы помочь в данном вопросе, не сохранилось. Была реформа архива, когда они были переданы ведомству НКВД, тогда вот эти провинциальные региональные архивы. Наличие этого белого пятна, конечно, очень беспокоит и меня, как историка, потому что я понимаю, что история не терпит пустоты. Поэтому эта тема интересна, и она ждет своего исследователя. Кстати, Никольский храм, который мы с вами знаем сейчас, в годы войны выглядел несколько иначе. Здание было деревянным. Современное нам строение появилось в 80-х годах. По словам священнослужителей, архитектурный стиль и место расположения сохранили. Сегодня в республике действует 43 храма и три часовни. Ведется строительство новых. Православная духовная жизнь в Хакасии возрождается. И начало этого возрождения было положено в годы Великой Отечественной войны. Субтитры создавал DimaTorzok